Касательно тригонометрических уравнений и записи корней, соответствующих их. Например, если мы решаем, например, 13-е задание, и у нас получилось, что ответ попал, например, вот сюда. Так, то это для нас, естественно, вот у нас это первый положительный полукруг. Вот это у нас первый положительный полукруг, это считается от нуля до π. Так, записываем, ну, например, вот π на 4 отсюда, да, получилось π на 4 отсюда. Вот отсюда у нас π на 4. То есть мы запишем ответ вот так, х равен, ну, там, π минус π на 4, там, плюс 2πk, да, целый, ну, упростим выражение, 4 четвёртых минус 1 четвёртых будет 3 четвёртых π. А если у нас ответ попадает вот сюда, в нижний полукруг, да, в нижний полукруг, да, в нижний полукруг, то мы берём, мы берём не вот π плюс, да, а мы берём первый отрицательный полукруг рассматриваемый, то есть это будет от нуля до минус π. От нуля до минус π. Пускай это вот у нас один точка, это два. От нуля до минус π. И мы пишем тогда, х равен минус π, вот, допустим, тут тоже π на 4 отсюда, минус π плюс π на 4, так, плюс там 2πn, n целое, и это, соответственно, у нас получится минус 4 четвёртых плюс 1 четвёртых, минус 3 четвёртых π, минус 3 четвёртых π, а ну здесь тут плюс 2πk, тут плюс 2πn, соответственно. То есть это такая традиция, то есть не π плюс, да, берём π плюс, а в первый отрицательный полукруг и первый положительный полукруг, чтобы по модулю, вот это значение, по модулю, было меньше, чем 1π. То есть эта дробь будет меньше единицы, и тут тоже по модулю меньше единицы. Это тоже не ошибка, но есть такая традиция записи ответа. Традиция записи ответа. Вот.